Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. В Испании застряли в жулянах. Почему подвел туроператор? На краю под Одессой заоползнет целая улица нависла над обрывом. Почему людям отказывают в помощи? Ураганные последствия. В Техасе взрывы на затопленном химзаводе. Чего еще ждать после Харви? Фигурантам дела о перестрелке в Княжичах избирают меру пресечения. Печерский райсуд Киева должен решить дальнейшую судьбу троих руководителей столичной полиции. Накануне им вручили подозрения. О том, что сейчас происходит в зале суда, мы узнаем Ольге Теребинской. Она следит за процессом и сейчас с нами на связи. Оля, здравствуй. Есть ли решение? Добрый вечер, Наталья. Сейчас в Печерском райсуде избирают меру пресечения Леониду Куряти, экс-начальнику уголовного розыска столицы. Подзревают его в превышении служебных полномочий, организации умышленного убийства, приказе подчиненным стрелять на поражение. Сторона обвинения просит содержание под стражей. Адвокаты же настаивают на личном обязательстве в качестве меры пресечения. Заседание длится до сих пор, а слушание по двоим другим подозреваемым еще даже не начиналось. Вчера генпрокуратура вручила подозрения троим руководителям главного управления столичной полиции. Их подозревают в возможной причастности к трагедии в Княжичах. Напомню, произошла она 4 декабря 2016-го в поселке Княжичи под Киевом. По официальной версии, столичные оперативники совместно с работниками Курда готовили задержать группу злоумышленников, которые воровывали дома. Во время операции в соседнем доме в Княжичах сработала сигнализация и приехала на место группа охраны. Наряд принял оперативников за воров и пытался их задержать. За последних ступился спецназ, началась перестрелка. В результате погибли пять полицейских. Главной причиной полиции называли несчастный случай, но в генпрокуратуре с этим не согласны. Настаивали, что это убийство было умышленным. Фигурантами дела в Княжичах являются более 20 правоохранителей. 8 человек уволили, 12 получили служебное взыскание. Со временем глава МВД Арсеноваков признавал трагедию в Княжичах результат недоработки полиции. Но окончательных выводов, почему произошла перестрелка и главное, кто ее начал, нет уже более 9 месяцев. Студия. Спасибо, Оля. Ольга Теребинская из Печерского райсуда Киева. Там избирают меру пресечения троим фигурантам дела о перестрелке в Княжичах. В приемную народного депутата Дмитрия Добродомова, а также в офис партии «Народный контроль» пришли сегодня с обысками представители генеральной прокуратуры. С собой они прихватили спасателей, чтобы взламывать двери. Почему такой ажиотаж? Разбирался Рустан Смещук. Киев, 9 утра. Здание, где расположены различные офисы, в том числе партии «Народный контроль», а также приемная нардепа Дмитрия Добродомова. Пустите, пожалуйста, милотовик. Заходите. Заходите, заходите, посмотрите. Сейчас вам покажут документы, чтобы мы с вами увидели, что вы идете не в тот офис. Это представитель генеральной прокуратуры. Они пришли в офис за обыском компании Курченко-Януковича, которую арендовал Ники Молинский. Мы предоставляем документы, что тут два года находится партия «Народный контроль». Трое человек и двое понятых людей. Один из них представился представителем прокуратуры, двое представителями прокурорных органов, но не показали документы и до конца их не предъявили. В конце концов, документы показали вместе с решением суда на обыск. Больше представители генпрокуратуры ничего не комментировали, ссылаясь на тайну следствия. Проводится следствие, прохание не разголошивать. Больше без комментариев. Выбачайте. А можно ваше посвящение? В это время рядом дежурит наряд ГСЧС со спецмашиной. Для взлома дверей приемной. Вскоре на месте появляются несколько нардепов. Сам Дмитрий Добродомов в это время находится на своем избирательном участке во Львове. Витягнули какую-то дивную кримінальну справу, датовану, до речи, 31 січня 2013 року, за часів Януковича. Потім подняли, сказали, що це якась справа Курченка, що тут претензій ані до мене, ані до партийствів вони не мають. Мають претензії до цього орендованого приміщення. Правоохоронців взагалі не зупинило. Ані наявність таблички про приймання народного депутата, ані наявність самих народних депутатів. Взагалі це не зупинило. Я не можу розуміти, що в новинній прокуратури Юрія Луценко взагалі змінилося з часів Пшонки. В народному контролі подобні дістя називають політичним давлением і будуть требувати від СБУ роз'яснений. Руслан Сміщук, Вячеслав Фролов. Подробності телеканал «Интер». ГПУ просить взяти под стражу депутатів-взяточників від радикальної партиї Сфастова і Рівна. Ходатайства вже направлены в суды. Прокурори надеються на арест і залог в размері тех сум, які вимагали радикалы. А це полтора мільйона для одного і около 200 тисяч для второго. Подробно і розкажуть мої колеги. Главу земельной комісії Фастовського горсовета по совместительству депутата і руководителя містної організації радикальної партиї Олега Ляшко задержали за вимагателство 70 тисяч доларів. По данным ГПУ, за ці деньги він обещав лоббирувати інтереси религиозної організації, а именно, помочь з выделенням полутора гектарів землі для строительства кладбища. В корупційній схемі радикал дійсував в одиночку. Тепер йому грозить до 12 років лишення свободи. В розміре 15 тисяч доларів. Ещё один фигурант корупційних схем – депутат-радикал Римненського горсовета Владимир Кудрин. По совместительству – помощник нардепа от радикальной партии Андрея Лазового. По данным ГПУ, Кудрин требовал у застройщика 5 тисяч доларів. Во время обыска у нього обнаружили валюту, а також полкилограмма янтаря і наркотики. После громких задержаний корупціонеров лідер радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Фейсбуке вдруг анонсировал глубокую чистку партийних рядов. Обратился к гражданам с просьбой сообщить о неправомерных действиях его партийцев. Хотя радикалов коррупции подозревает уже не первый год. Так, в 2015-м нардеп Игорь Масичук два месяца провёл в СИЗО. Его обвиняли в преступлениях сразу по нескольким статьям. Взяточничество, хулиганство, вмешательство в деятельность судебных органов и угрозы суде. Масичука отпустили, но в Генпрокуратуре дело до сих пор расследуют. В коррупционном скандале засветился и другой нардеп Андрей Лазовой. Его подозревают в неуплате налогов на сумму почти 2 миллиона гривен. Но привлечь его к уголовной ответственности не дала Верховная Рада. Под прицел прокурора в САП и детективом НАБУ попал и сам главный радикал Олег Ляшко. Его также подозревают в уклонении от уплаты налогов. Заинтересовались им спецслужбы после того, как журналисты выяснили, что у Ляшко шикарный особняк в элитном районе под Киевом. Откуда деньги на жизнь непосредством? Объяснить детективам и общественности он так и не смог. Декларацию народного депутата от Народного фронта Евгения Дейдея проверит на ПК. Об этом сообщили сегодня в агентстве. Изучить доходы и расходы народного избранника за прошлые и позапрошлые годы решили не случайно. Причиной послужило обращение ГПУ. Резкий карьерный взлет Евгения Дейдея начался во времена революции достоинства. В 2014 году его назначили советником главы МВД и начальником отдела в департаменте тогда еще милиции особого назначения. А в ноябре того же года он был избран нардепом по списку Народного фронта. Все это время Дейдея сопровождали громкие скандалы. Были и драки на заседаниях Верховной Рады, и обвинения в незаконном обогащении на сумму почти 5 миллионов гривен. В частности, ГПУ подозревало его о покупке квартиры и двух авто за деньги, происхождение которых нардеп не указал. Генпрокуратура также пыталась снять с фронтовика депутатскую неприкосновенность. Но дело, как всегда, застопорилось в сессионном зале парламента. Большинство в Раде защитило Дейдея от следователей, после чего он принимал поздравления от радикалов, которых также не лишили иммунитета. Кроме того, в прессе не один раз всплывала информация о криминальном прошлом нардепа. Как оказалось, несколько лет назад он был осужден судом за грабежи в Одесской области. Тем не менее, вопрос о законности нажитого непосильным трудом остается на повестке дня. Раньше в НАПК никак не могли принять решение о дополнительной проверке декларации Дейдея. Но сейчас все же изменили свою позицию. НАПК покрывает нарушение в декларации другого фронтовика, министра внутренних дел Асена Авакова. Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Сергей Каплин. По его словам, нац.агентство обратилось к правительству Италии за информацией о незаконном бизнесе министра. Как утверждает Каплин, Аваков является владельцем фирмы Аф.Италия. И этим нарушает закон, согласно которому чиновник не может заниматься бизнесом. Нардеп заявляет, что Аваков скрыл в декларации 4 миллиона гривен дивидендов. Тем не менее, НАПК, располагая этой информацией, не приняло никаких мер. Мені достеменно відомо, що Міністерство закордонних справ і НЗК зверталося до уряду Італії щодо встановлення зв'язків міністра внутренних справ Авакова із цієї фирмы. І отримало інформацію про те, що дійсно Аваков є кінцевим бенефіціаром, а в народі попростонародному просто власником цієї іноземної компанії. Я вимагаю від Міністерства закордонних справ і персонального міністра від НАЗК оприлюднити інформацію про те, чи є Аваков фактично мультимільярдером, людину, яка заробила свої мільярдні статки після Майдану, скоріше за все на горе війні і корупції. К взриву на улиці Грушевського в день независимости причастны іностранні спецслужби. Таке заявлення сделал член коллеги МВД нардеп Антон Геращенко, причем ссылался он на данные следствия. Все подробности в матеріале. В МВД выяснили, хто стоїть за взривом прогремівшим в правительственному кварталі на улиці Грушевського 24 августа. Нічого нового в объясненнях громких преступлений, впрочем, не прозвучало. Пісня традиційна. Преступники действовали в інтересах іностранних спецслужб. Был огорожен периметр на улиці Крещатик, на площади независимости, і там ми не допустили никаких террористических актів. Однак за периметром действительно произошел бросок гранаты. Следствие уже примерно понимає, о чому йдет речі. І що к цьому причастні ті люди, які действували не в інтересах України, а в інтересах спецслужб іностранних господарствів. Странно, що на этот раз Геращенко обшовся без обвинений в сторону конкретной страны. Він в кожному громкому делі він бачив російський слід. І в жістокому вбийстві журналиста Павла Шеремета, яке спустя більше років так і не розслідовано. І в покушенні на життя добровольця Адама Асмаєва, і даже во взрыві у посольства США. Напомню, в день независимости, ось в два часу дня раздався взрыв в правительственному кварталі, за нескільки десятков метров от того периметра, о защите которого говорит Геращенко. Пострадало трое прохожих. Родственники героя України Валерия Чебенеєва, а також його сослуживец. Хоча в этот день, по официальным данным, на улицах столицы патрулировало рекордних 6 тысяч правоохранителей. Але взрыв предотвратити вони не змогли. Очередное вооруженне ограблення в Києві на бизнесмена напали накануне на Житомирской трассе. Забрали сумку, в которой було 6,5 млн грн. У пострадавшего 4 пулевых ранения. Как сообщили в прокуратуре Києва, грабители задержаны. Это четверо граждан Грузии, один із которых был ранее судим. В столице вони промышляли більше года, охотились на предпринимателей. Во время обысков у них нашли пистолеты, автомат Калашникова, рація, около 40 комплектов ключей. Следствие подозревает, что банда грабила и квартиры. А такую же схему, как и на Житомирской трассе, применяла неоднократно ранее, но такого улова, как вчера, у грабителей еще не было. Очікуємо зараз розгляд суду щодо клопотання про обороняєм запобіжного заходу. Прокурору в судовому засіданні буде вимагати для всіх тримання під вартою. Передбачен до 15 років позбавлення води. Мукачевські коммунальщики на трассах не промышляють, но бюджетные деньги пристраивают не менее успешно. На этот раз скандал разгорелся вокруг закупки автобусов, в чьи карманы утекли 5 млн грн, выясняла Марина Коваль. Коррупційний скандал разгорелся из-за вот этих 20 нових автобусов. Их предприятие, коммунальний транспорт Мукачева, приобрело в июні. В полиції нашли несколько нарушений в проведении тендера. Заявляють, машини купили втридорога. В результате в чьих-то карманах осели 4 млн 700 тис грн. Рыночная цена такого автобуса 1 млн 950 тис грн, а в Мукачеве заплатили 2 млн 200 тис. Директор коммунального предприятия объясняет, все из-за дополнительного оборудования. А еще в автобусе есть кондиционер, видеомонитор, специальная электронная система для билетов и пандус. Коммунальщики все обвинения отрицают. Жители города опасаются. Автобусы, которые должны были выйти на маршруты в сентябре, теперь могут не выпустить. А старый коммунальный транспорт уже давно отработал свое. Во-первых, по ширине она еле проходит туда. Во-вторых, это толпы народа. Ты даже не пытаешься туда влезть с ней. Автобусы торохтят, старые. Знаете, сядешься и прорываешься в сиденье. Мне не подобается, например. Я уже ждем, не дочекаюсь, когда новые будут автобусы. Полиции говорят, расследование уголовного дела не должно повлиять на выход новых автобусов на маршруты. Что же касается чиновников, то если докажут растрату бюджетных денег, им грозит до 12 лет лишения свободы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Мы следим за этой темой и обязательно расскажем вам, чем все закончилось. В Харькове сегодня митинговали возле облсовета. Люди требуют расследовать нападение на Дмитрия Булаха. Это местный антикоррупционер, которого вчера жестоко избили, у пострадавшего черепно-мозговая травма и переломы ребер. И коллеги связывают эту атаку с его профессиональной деятельностью. Все подробности знает Светлана Шекера. Активисты с плакатами с утра под стенами обладминистрации. Сегодня здесь началась сессия облсовета. На ней глава общественной организации Харьковский антикоррупционный центр Дмитрий Булах должен был сделать ряд громких заявлений. Но накануне его сильно избили. Мы требуем от правоохранительных органов расследовать, как можно быстрее этот злочин, и найти выполняющих и замовников нападу на Дмитрия Булаха, чтобы такие действия не повторялись против громадских активистов подальше. На активиста напали средь бела дня, когда он шел на работу. Это случилось в полдень. На Дмитрия Булаха напали здесь, на аллее, ведущей к станции метро Харьковский тракторный завод. Двое неизвестных подошли сзади и ударили трубой по голове. Дальше уже на земле добивали ногами. Когда нападающие скрылись, Дмитрий смог сам подняться, позвонить родным и вызвать скорую. В больнице диагностировали тяжелые травмы. Черепно-мозговая травма, травма органов грудной клетки. Оказана необходимая помощь. Экстренной операции не планируется. Она может потребоваться будущего. Сам Дмитрий разговаривать не может. Травмирована челюсть. Коллеги связывают нападение с профессиональной деятельностью Дмитрия. В качестве главы Харьковского антикоррупционного центра он занимался расследованием резонансных коррупционных дел. Рассказывал о том, как городские чиновники раздавали землю своим людям. Писал о махинациях во время восстановления домов в Балаклее после взрывов на Арсенале в марте этого года. О повышении тарифов Харьков водоканалом и декларациях чиновников. Недавно на своей странице в Фейсбуке анонсировал новое расследование о добыче газа в регионе. У него ничего не забрали, ничего не пропало. Это было показательное, демонстративное нападение средь бела дня, возможно, с целью запугивания или какого-либо воздействия. Полиция нападавших пока не задержала. Их было двое. Обличь, он их не запоминал. И знать, он их не может. Установляются свитки, переведутся камеры, видеоспостережения. Возле больничной палаты Дмитрия сегодня появилась охрана. Коллеги говорят, начатое им дело не бросят. И сегодня на сессии сообщили о новых фактах коррупции. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. В Николаеве прокурора обвиняют во взяточничестве. Во время судебного заседания была обнародована аудиозапись, на которой слышно, как прокурор областной прокуратуры Владислав Билан якобы требует взятку. 70 тысяч долларов он хотел получить от владельцев нелегального игорного бизнеса. Предлагал закрыть уголовное производство. Аудиозапись предоставила защита предпринимателей. В прокуратуре все отрицают. Службы работают, мы работаем. Я понимаю, что у нас еще больше туда, всем там, вот так, 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 так. Ну, не серьезно. Вообще не серьезно. Ну, а как вы? То есть какое-то проблема? Есть понимание, но это 70, не меньше. Это минимум. Мы продолжим следить за этой темой и подробности расскажем в следующих выпусках. Украинским военным будут повышать зарплату. Об этом заявили в Минобороны. А нацгвардейцы, по крайней мере, часть из них, стали обладателями ордеров на квартиры. Впрочем, особого воодушевления по этому поводу у бойцов не возникло. Об этом можно судить по видео с торжественного мероприятия по случаю раздачи новых квадратных метров, где секретарь СНБО Александр Турчинов учил нацгвардейцев кричать героям слава. Завтра на Донбассе стороны должны максимально соблюдать режим прекращения огня. В случае нарушения перемирия 1 сентября ОБСЕ должна расследовать с особой тщательностью. С таким призывом украинская сторона выступила сегодня во время видеоконференции трехсторонней контактной группы. Сегодня школьные перемирия в зоне АТО боевики проигнорировали уже несколько раз. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Время от времени украинские бойцы запускают осветительные ракеты, проверяют, не подходит ли вражеское ДРГ. В 12 ночи враг открывает огонь из пулемета. Полночь в Авдеевской промзоне. До врага тут всего метров 30-40. Стреляют периодически, хоть и не часто, но про полную тишину говорить никак нельзя. Здесь на передовой бойцы считают, перемирьем такую ситуацию не назовешь. За несколько дней оккупанты не раз использовали и бронетехнику, и крупнокалиберные минометы. Работает и вражеский снайпер. Бойцы шутят. Бриться уже перестанут. Тем более, как побриется, хорошенько. И оно, лицо светится сильнее, намного, чем не бритое лицо. Хорошо просматривается. И снайперы сейчас работают. Вчера, вчера ночью, часов, вот, в 11-12, ПТРД работало. В днем бойцы наблюдали за движением танков с той стороны. Это добавляет напряжение. Однако огонь враг не открывал. Показывает свое место, чтобы мы, наоборот, только начали бояться, переживать, что он может использоваться танки. Я не думаю, что он будет их использовать, но демонстрацию своей присутствии, своей возможности, своей силы он пытается показать. Но я считаю, что это просто дешевый пляр. Около двух часов ночи стрельба со стороны противника прекратилась. Утром и днем тишина похожа на настоящее школьное перемирие. В Еврокомиссии прокомментировали запрет на въезд в Украину зарубежных журналистов. Пресс-секретарь Майя Касьянчич подчеркнула важность свободы высказываний. В СМИ сообщила, что Еврокомиссия ожидает результатов запроса, который украинское министерство информполитики направило правоохранительным органам относительно депортации трех корреспондентов. В Украине же к журналистам стали относиться более агрессивно. Об этом свидетельствует анонимный онлайн-опрос, который провел Национальный союз журналистов. Более половины работников СМИ заявили, что уровень агрессии по отношению к ним значительно вырос. При этом большинство респондентов отметили, что проблемы возникают не на личной почве, а из-за материалов, которыми они занимаются. Агрессивность проявляют те, кто не заинтересован в публикациях. В то же время правоохранитель демонстрирует неспособность расследовать преступления против журналистов и вообще противостоять преступности в государстве, так отмечают в союзе журналистов. Санкции против России необходимо продолжить, а возможно даже усилить. Об этом президент Петр Порошенко говорил со спикером Литовского парламента Виктора Спранцкетис сейчас с визитом в Киеве. Президент также поблагодарил Литву за поддержку в вопросе введения без визы и обсудил, как на практике можно внедрить инициативу Литовского парламента, так называемый план маршала для Украины. Документ предусматривает финансово-инвестиционную поддержку Украины и помощь в проведении реформ. С литовским спикером пообщался и премьер Владимир Гройсман. Говорили главным образом об экономике. По словам главы украинского правительства, товарооборот между странами можно довести до 1 миллиарда долларов. Сейчас он составляет 750 миллионов. Премьер считает эту задачу амбициозной, но выполненной. Тем временем представитель Украины в ЕС Николай Точицкий потребовал объяснений от Еврокомиссии в связи с высказываниями ее президента Жан-Клода Юнкера. Напомню, он довольно скептически оценил евроинтеграционные перспективы Украины. Точицкий выразил коллегам в Брюсселе свою обеспокоенность, поскольку слова Юнкера широко использовали российские СМИ для дискредитации Украины. Ни отдыха, ни денег. Больше сотни туристов с билетами в Испанию не смогли улететь сегодня из Жулян. Авиаперевозчик отказался выполнять рейс, поскольку не получил деньги от туроператора. С представителями и турфирмы пытались связаться сами пассажиры, и агентство-посредники, и наши корреспонденты. Чем все закончилось, узнаем от Юлии Жешко. Утро в аэропорту Жуляны началось со скандала. Больше ста пассажиров возмущены. Купленные ими билеты на испанской побережье оказались пустышкой. Туроператор Идриско Тур деньги у клиентов взял, а перелет им не оплатил. Это вдвойне обидно, когда ты, мало того, что тебя на деньги, скажем, обманули, так, мало того, тебе еще лишают отпуска, лишают потраченное время. Ты эти деньги заработал, чтобы потом отдохнуть. Около трех тысяч долларов в эквиваленте, и должен был длиться 11 дней. Чтобы разобраться в ситуации, в аэропорт съезжаются представители компаний-перевозчиков и турагентств-посредников. К ним у обманутых туристов всего один вопрос. Кто вернет деньги? Ведь потратились не только на авиабилеты, а платили и гостиницы, и трансферы. Я вам могу сказать, что сегодняшний рейс на Тенерифа выполняться не будет. А дальше, хорошо, не будет, мы облатили деньги, что нам делать? Дальше вы можете обращаться за возмещением только к туроператору. Владелец скандальной турфирмы – гражданин Индии. Управляющий директор – его жена. Выяснилось, что у компании миллионные долги. Предоплаты у нас нет. У нас есть долг 4 миллиона 100 тысяч. За пять дней должны были придти предоплаты. За пять дней? Мы им выставили счет, вчера написали письмо претензию, отправили с утра. На это никакой реакции не было. Сегодня не приехали, попросили полететь снова-таки в долг. После нескольких часов ожидания в аэропорту, никто из сотрудников Идриско-тур на связь с пассажирами так и не вышел. В главном офисе фирмы – никого. Офис турфирмы полностью закрыт ролетами. На звонки ни сотрудники, ни гендиректор не отвечают. Однако, по слухам, в здании до сих пор находится вся техника. Вывезти ее планируют по-тихому, ночью. Пообщаться с руководством пришла не только наша съемочная группа. Представители турагентств, чьи клиенты так и не смогли улететь, тоже здесь. Говорят, найти выход на руководство пытались через полицию. Ничего нам не оставалось, как вызвать 102 нашу полицию. Полиция зафиксировала факт того, что невозможно попасть в офис. И поэтому предложили нам приехать, написать заявление. Мы свяжемся со следователем и дальше будут уже сличидеи. Не на камеру представители турагентств говорят, Идриско-тур должен пассажирам сегодняшних рейсов больше миллиона гривен. Юлия Жешко, Андрей Кузнецов, Полина Спасенко. Подробности – телеканал «Интер». И буквально только что на сайте туроператора появилось сообщение о том, что с 31 августа заявленные рейсы отменяются. Компания в своих проблемах обвинила недобросовестных партнеров. Каких не уточнила. Туроператор заявил, что собирается судиться. Клиентам посоветовали писать заявление о компенсации и отправлять их на фирму по почте. Пишите письма. В Украине снова подорожают алкоголь и сигареты. Сегодня опубликовано постановление Кабмина. Оно вступит в силу через 10 дней. И очередному подорожанию уже обрадовались в Минздраве. Дескать, теперь украинцы станут меньше болеть и умирать. После предыдущих повышений в стране снизился коэффициент респираторных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил представитель ведомства Константин Красовский. Напомню, в этом году акцессы дорожали уже дважды. В январе и марте. А согласно договоренностям с ЕС, в течение следующих нескольких лет сборы должны достигнуть отметки 90 евро на 1000 сигарет. Сельская медицина в Украине на грани выживания. В амбулаториях и фельдшерских пунктах практически нет лекарств. Оборудование не меняли полвека. Лаборатории и стомат-кабинеты попросту закрываются, не выживают. На днях президент пообещал выделить 4 миллиарда гривен из спецфонда, чтобы как-то исправить ситуацию. И деньги действительно не помешали бы. Наши корреспонденты побывали в селах Ивано-Франковской области. Посмотрите. Эта амбулатория в селе Коршев построена еще во времена Австро-Венгерской империи. Когда-то здесь была милиция, потом военкомат. Сейчас этот пункт медпомощи обслуживает почти 6 тысяч человек. Работники заведения жалуются. Помещение слишком мало. Да и капитального ремонта давно не было. Я уже откуда мы перешли на семейную медицину с 92-го года. Семейными, своими силами, силами предприемцев. Мы делаем ремонт. Держава фактически нам за эти годы выделяла мизер. Оксана Семенюк работает в этой амбулатории почти 50 лет. Говорит, за это время оборудование здесь не меняли. Аппарат в ВЧ нам нужно закончить новый. Вот эти аппараты 60-х годов. То, что вы от них хотите. Работники амбулатории не раз просили чиновников приобрести хотя бы гематоглобинометр, без которого довольно сложно поставить правильный диагноз. Вот, например, нам сейчас требует гемоглобин в садочек сидеть и идут. И нас отправляют к колумею, ватинею, делать анализ крови. В прошлом году в селе уже закрыли стоматологический кабинет. С октября не будет работать и лаборатория. На початку сербня мне сказали, что четвертого, в желтый я уже маю быть скорочена. Ну, это не лишний лаборантин. Взяли медицину скорочут, потому что нет финансований. Вот этот фельдшерский пункт села Лески размещен в сельском клубе. Зимой из-за холода, говорят медики, здесь просто невозможно работать. Воду приходится носить ведрами из колодца. Сейчас в ФАПе начали ремонт. Со средствами помог местный меценат. А вот с оборудованием и медикаментами ситуация критическая. Районные чиновники уверяют, уже давно бы отремонтировали все фельдшерские пункты, но денег нет. В этом году на первичную медико-санитарную помощь всего Коломыского района предусмотрено 250 тысяч гривен. А медпрепаратов и вовсе нет. Их еще не закупили. Тендер проводили дважды, и оба раза безуспешно. А вот лаборатории и стоматологические кабинеты, говорят чиновники, действительно закрывают во всей области. Все в рамках медреформы, которая в стране длится уже несколько лет. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Два взрыва прозвучали сегодня в Техасе в зоне бедствия, пораженной ураганом Харви. ЧП произошло на химзаводе. Есть опасность, что снова рванет. Ураган понемногу стихает, но последствия и убытки исчисляются миллиардами. Дмитрий Анопченко расскажет все подробности. Казалось бы, новости обнадеживающие. Харви теряет силу, а слаб его уже и штормом даже не назовешь. Не то что ураганом, но новые сообщения из зоны стихийного бедствия переполошили всю Америку. Около двух ночи по местному времени рвануло на химзаводе, территорию которого затопило. Над предприятием взвился черный дым, эвакуацию объявили в радиусе двух с половиной километров. Несколько человек, надышавшись ядовитыми газами, попали в больницу. Руководство химзавода предупреждает о возможности еще одного взрыва и просит людей не возвращаться в зону эвакуации. Мол, они ничего не способны сделать. Их здание на 6 метров затоплено водой и система охлаждения вышла из строя. Так что опасность сейчас уже не в ветре. Хотя его скорость 200 километров в час достигала, а в последствиях наводнение. Убытки рекордные. USA Today подсчитала не менее 160 миллиардов долларов. Это практически 1% ВВП Соединенных Штатов. Денег не хватает и свою помощь массово стали предлагать знаменитости. От Дженнифер Лопес, отправивший 25 тысяч долларов, до Леонардо Ди Каприо, который сразу миллион для поддержки пострадавших выделил. Сочувствие к жертвам врагана по всей стране огромное, но есть и другие примеры. Министерство внутренней безопасности предупреждает, в зоне затопления действуют воры, переодетые в их сотрудников. Работают далеко от опасной местности, выводят людей из домов, сообщая, мол, их район тоже под угрозой затопления. А потом выносят все из жилищ. Но такие истории исключения. В целом страна мобилизовалась, чтобы помочь Техасу. Рекорды просмотров бьет вот это видео, где корреспондент CNN во время включения увидел, что за его спиной тонет машина. И забыв о прямом эфире, бросился помогать. По официальным данным, более 13 тысяч человек уже спасены. 20 тысяч жителей штата по-прежнему пережидают во временных убежищах. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Французские власти вместе с американскими коллегами начали активную кампанию по зачистке грязных иностранных активов. Речь идет о проверках чиновников разных стран, приобретающих движимое и недвижимое имущество. Кто из украинских политиков вслед за африканскими может оказаться под прицелом французского правосудия, а не на шикарном острове Сен-Барт? Давайте посмотрим. Во Франции власти начали мониторинг нечистых на руку иностранных чиновников, которые обворовывали свои страны и за полученные деньги шиковали и скупали недвижимость на французских территориях. Один из примеров – активное преследование семьи иностранного диктатора правителя экваториальной Гвинеи Теодора Абиангангуэма. Дело по обвинению в незаконно нажитом имуществе. Власти США тоже заинтересовались сыном диктатора и в 2014 году конфисковали 30 миллионов долларов его активов. Как правило, такие дела расследуют в ЕС и в США параллельно. Французские власти активно проверяют и других иностранцев. В частности, по информации наших французских коллег, заинтересовались и имуществом нардепа Вадима Рабиновича. Не так давно французские СМИ показывали, как один из лидеров партии «За життя» встречался с владельцем шикарного кусочка острова Сен-Барт в Карибском море, изучал план и даже торговался за лакомый кусочек острова. Рабинович пообещал ей реконструировать здание. Женщина поверила и благодаря ее связям он получил доступ на склады дефицитных стройматериалов. Но ни реконструкции, ни материалов в итоге никто не видел. Рабиновича отправили за решетку на 14 лет за кражу у государства в особо крупных размерах. Была история с футбольным клубом «Арсенал». Рабинович его приобрел, желая войти в круг олигархов, разорил и по сей день должен крупные суммы денег тренерскому составу и футболистам. Не так давно его исключили из своих рядов в оппозиционном блоке, по спискам которой он попал в Раду. Но сдавать мандат отказывается, видимо, не желая лишаться депутатской неприкосновенности. А вот сегодня афера в партии за житя. Некоторые СМИ, ссылаясь на анонимные источники в полициле, заговорили о ее возможном расколе. Пишут, что еще один лидер партии, Евгений Мураев, в кругу однопартийцев прямо обвиняет коллегу в работе на власть. Об этом говорили и в оппозиционном блоке. Возможно, политик и пытается шиковать на островах за рубежом именно на полученное от сотрудничества с властью деньги. Косвенно о возможной работе Рабиновича на власть говорит и тот факт, что недавно Генпрокуратура заинтересовалась декларацией Мураева за 2015 год. То есть из двух лидеров партии почему-то проверяют только одного. Самое выдергивание этой ситуации, массива этих деклараций, в которых сотни тысяч поданы, выглядит очень особенным, субъективным подходом до конкретного декларанта. Может, не прямые знаки, но у тех, кто принадлежен к владею, у нас питаний у владею нет. Або такие вопросы, что они быстро происходят сюда, за украинской привычкой, до тех, кто у нас в оппозиции, очень много вопросов. Сам Мураев назвал налоговую проверку спектаклем. Об этом еще ранее он заявил одному из изданий. И предположил, что интерес к его имуществу у налоговиков возник из-за его политической позиции. Якобы годами к его финансовой отчетности претензий не было. Мураев не исключает, что против него могут возбудить уголовное дело, что станет поводом для снятия с него неприкосновенности. Об этом вполне вероятно намекнул ему Рабинович. Если он, Мураев, покинет партию за житя и будет делать нервы Рабиновичу. Мураев предупреждение понял и принял. Далее следует ожидать круговорота рейтингами. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Завтра пятница, первое сентября. Лето закончилось. Это значит, что итоги недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. А я вернусь в субботу. Доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова